Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На проекте был массовый приход. Роман родился в Ростове, ему 25, он тату-модель. Пришел к Владе Ковалевской, но она сказала, что он не ее типаж. Еще один Роман из Омска, но живет в Москве. Ему 22, он учится, бывший профессиональный футболист, иногда подрабатывает моделью. Пришел к Лизе Триандафелиде и очень расстроился, когда узнал, что она переспала с Вальтером Соломенцевым. Дмитрию 28, он из Уфы. Называет себя фитнесменом, а работает проектировщиком. Он пришел к Марии Кохно, и Кадони сразу же заселил их с Машей в отдельную комнату прямо на лобном месте. Еще одна новенькая участница Мэри Кулешова. Ей 21, живет в мытищах. Девушке нравится Никита Шалюков, она хочет выйти за него замуж. В недавнем эфире показывали, как Олеся Лисовская испортила вещи своего любимого Вальтера. Сейчас девушка плачет и переживает из-за того, что оскорбила его. Она извинилась перед Вальтером и даже хочет уйти с проекта. Вальтер публикует в своем микроблоге очень много фотографий с Олесей, которые были сделаны до проекта. Он пишет, что очень скучает и хочет ее вернуть. Стас Дегтяренко и Влада Ковалевская постоянно ссорятся. Участники не верят в новые пари и считают, что они просто играют на камеру. Майя Донцова узнала, что ее молодой человек Алексей Купин неровно дышит к Лерри Фрост. Виталий Малышев сдал своего друга. Он заметил, что Леша возбудился после нескольких минут, проведенных с Лерой в укромном уголке без камер. Так что теперь Майя и Лера точно никогда не помирятся. По слухам, на днях Ольга Васильевна Габозова вышла на связь с участниками проекта «На поляне». Она недовольна тем, как ведет себя Марина Тристановна Абрамсон, и она готова лично проучить ее, приехав на шоу. Но близкая подруга Ольги Васильевны опровергла эту информацию, она сказала, что в данный момент Габозова находится в санатории и не планирует устраивать новую войну в периметре Дома-2. Ну а Марина Тристановна пытается наладить контакт с дочкой. Она звонит ей каждый день, рассказывает последние новости с поляны, интересуется здоровьем. С Блюменкрансом она пока не общается, ждет, пока зять немного остынет. Лиза Полыгалова занята делами, она восстанавливает как российский паспорт, так и загран. Она лишилась документов, потому что Ваня Барзиков устроил девушке безобразную сцену ревности. Барзиков сжег паспорта, а также выкинул в мусоропровод всю ее косметику. Стал известен реальный возраст Маши Кахно, и согласно данным поисковой сети, она тоже на два года старше, чем говорит. Ей не 27 лет, а 29. Татьяна Владимировна Африкантова в видеотрансляции рассказала о намерениях своей дочери Марины. Она не штаны протирает на Доме-2, а ждет, когда же Бузова освободит для нее место ведущей проекта. Андрею Чуеву исполнилось 37 лет, день рождения он отмечает в Амстердаме. Татьяна Кирилюк принимает участие в новом телепроекте. В этом шоу участницы будут бороться за место известной ведущей Елены Летучей. На этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.